С современными методиками лечения, новейшим оборудованием опухоль мозга уже не приговор. Злокачественные образования лечатся и весьма успешно. Теперь для пациентов Самарской области прогноз стал еще благоприятней. Новая методика диагностики, которую внедрили в областном онкодиспансере, называется КТ-перфузия. С помощью этого метода уже после операции и проведенного лечения можно точно увидеть, удалось ли остановить рост опухоли. Пациенту вводится контрастное вещество. Происходит сканирование. Затем специалисты составляют графики и оценивают показатели. Постепенно внедрять КТ-перфузию в онкологическом диспансере стали с лета прошлого года. Обследовали около 40 пациентов. Теперь можно говорить об эффективности ее применения. В Светлане опухоль мозга диагностировали полгода назад. После операции и лучевой терапии пациентку направили на обследование. После чего можно будет с уверенностью сказать, что болезнь победили. Настрой у Светланы оптимистичный. Само лечение два месяца заняло. Сейчас посмотрим. Сейчас МРТ получу, пойду к нейрохирургам, консультацию. Новшества в диагностике актуально, уверяют медики. Если в случае других опухолей увидеть изменения можно на простом компьютерном или магнитно-резонансном томографе, то с изменениями в мозге сложнее. Опухоль можно легко перепутать с последствиями лучевой терапии. Когда мы начинаем лечение, то через некоторое время, обычно через три цикла, мы должны узнать, помогает это лечение или нет. И если оно не помогает, то мы должны сменить лекарство, сменить способ лечения. Для наших больных эта диагностика, она имеет значение судьбоносное. Операция, химия и лучевая терапия – три способа лечения, которые спасают жизнь пациентам. Нужный метод всегда подбирают индивидуально, а современные технологии делают его наименее опасным и не столь тяжелым для больных, как раньше. С помощью лучевой терапии прицельно воздействуют именно на пораженные клетки, не задевая здоровые. Именно на клетки, именно на опухоль оказывают губительные действия на них. С внедрением новых методик и с 3D-планированием, что позволяет нам современное оборудование, современные аппараты, значит, максимум попадает на опухолевые клетки, именно на саму опухоль. Современные технологии в науке медицинской спасают людей от вредного воздействия других передовых технологий. Как отмечают врачи, пациентов с опухолевыми патологиями мозга становится больше, причем болезнь молодеет. Среди пациентов все больше детей. Одной из причин такой тенденции называют повальное распространение всевозможных гаджетов и мобильных телефонов. Марина Кравцова, Павел Просняков. События.